В дальнейшем мы будем рассматривать полуинтервалы такого вида и особой точкой считать правую границу. На полуинтервале никаких других особых точек, естественно, не будет, потому что если они будут, то мы по определению просто разрываем на несколько полуинтервалов. То, что нам дали на каждом по отдельности, необходимость. В-ка, или число, или плюс-конечность. Понятно, что если вдруг нас будет интересовать особая точка типа А, то все результаты, которые мы здесь заполучим, нужно будет реализовать, а ничего нового при этом не будет. Следующий оттенок называется принцип локализации. F задан на кнопку 0. A1 же и код. Валя, B. То есть, по сути, она с квантром. Какая-то там числа. Из-за этого следует, что расходится или расходится одновременно. На самом деле, мы просто начнем что-то расписывать, а потом осознаем, что нам интересно. Следите, сходится или расходится, а может, временно и то есть. Ну и для того, чтобы вообще что-то говорить про сходимость и расходимость, ну допустим, этого интеграла, мы и что должны сделать? Да-да, вот, допустим, разница не какая-то. Кажется, по определению пока расписать предел и... Сначала-то, да, B3. B3. Ну, соответственно, если предел существует и конечный, то он будет расходиться, а если нет, то расходится. Но про вот эту функцию мы знаем, что она на отрезке АБштриха. Я могу сказать, что этот интеграл... Мы работаем с Бштрих в какой-то окрестности СБ, раз у нас Бштрих стремится к 0. Мы всегда можем сказать, что начинаем работать с того момента, когда Бштрих живет правее, чем А1. Собственно, правее или левее, это даже не важно, поскольку мы все равно понимаем, что вот это вот равенство верно. У нас было следствие. Это определение того, как мы работаем, если границы переставляем. И в силу этого следствия этот интеграл все равно такой сумме будет равен. Но чисто из какого-то геометрического смысла мне интересно действительно брать Бштрих правее, чем А1, да и в конце концов они... Правда, это слагаемое мы знаем, что оно вообще от Бштрих не зависит. Это просто какая-то... Соответственно, если этот предел существует, то это эквивалентно тому, что существует вот этот. То есть предел от второго слагаемого. Если предел не существует, то не существует и предел от второго слагаемого. А вот этот весь предел, он про что? Он про существование, по сути, такого предела. Мы в итоге пришли к тому, что предел вот этот существует тогда и только тогда, когда существует предел. Первый предел – происходимость или расходимость этого, а второй предел – происходимость или расходимость этого. Соответственно, получается, что два предела существуют или не существуют на время на ночь. тем самым этот принцип локализации позволяет нам если по каким-то причинам нам хочется брать точки в какой-то окрестности b' мы можем это делать свойства сходимости или расходимости мы не будем как я вчера говорил, чаще всего про эти интегралы нам интересно будет чиселка если вот ответ сходится, интересно будет не столько чиселка сколько ответ, что сходится или расходит и вот в смысле этого вопроса принцип локализации может помогать нам работая в нужной окрестности, соответственно вот эту функцию например, раскладывать по форме следующее утверждение, это будет к нейности функции f и g известно, что обе они в собственном смысле или по риману просто вот собственно то, что здесь я пишу интегрируемые я подразумеваю ну или то, как мы сейчас их начали классифицировать интегрируемые в собственном смысле о матрии ва-ля-ба отсюда следует, что пара а то еще кралая тогда для любой пары альфа и b крал комбинация f и g во-первых, сходится а во-вторых, равен на какое свойство это похоже о, есть то, что может да, на линии собственно собственно а можем мы сказать, ну вот собственно действительно здесь еще одного свойства не хватает давайте мы в процессе доказательства поймем какого свойства не хватает но нами тоже уже давным-давно доказано для того, чтобы понять сходится этот интеграл или расходится я опять буду действовать по определению поскольку у меня сейчас еще мало инструментов да и собственно те, которые есть, они в условиях этой теоремы не появляются у меня есть какой-то принцип локализации если было про вот такую функцию, что-то сказано на каком-нибудь другом может быть множестве тогда можно было сказать, о, наверное принципом локализации стоит а ничего другого, кроме определения, пока нет ну поэтому по определению начну рассматривать вот так вот могу ли я вообще такие интегралы рассматривать ну они существуют вдруг никакой из них не существует в силу того, что вот эти вот функции на любом отрезке а b штрих получается, как бы я тут b штрих не знал у меня и линейная комбинация интегрируемых функций интегрируемых это собственно свойство можно считать, что свойство линейности собственного интеграла заключалось в двух пунктах первый пункт, что линейная комбинация интегрируемых значит все в порядке, мы интегрировать можем а второе свойство, собственно, что спокойно так что интеграл мы можем сложить на а теперь осталось каким свойством воспользоваться линейностью и линейностью, скорее, свойственным пределом связанным с арифметическими операциями умножение, по сути, важно это альфа чисел может быть, это было бы даже как-то ну, по-хорошему, да, можно назвать это линейностью то, что у нас в первом семестре раз я знаю, что вот этот предел существ второе существо право сходит и вот этот предел существ второй интеграл ну, отсюда предел окончательно окончательно первый предел это интеграл f а второй предел это интеграл j очевидное следствие утверждения если известно что интеграл t до b от x t x сходится а g расходится можно ли что-нибудь сказать про такой интеграл так как доказать хватает вот сперва мы так делаем да, потом уже можем мне же, чтобы пользоваться нужно предположить, что он сходится только я не его буду рассказывать я предположу, что он сходится и мы с пределами последовательности с пределами функции если такая задача появлялась сделали то же самое предположим, что он сходится тогда, пользуясь этим утверждением я могу сказать, что разность вот этой подинтегральной и вот этой подинтегральной функции тоже сходится а разность этих двух подинтегральных функций дает нам интеграл j он расходится прошли к противоречию вот это очевидно будет при этом, если этот расходится и этот расходится то про сумму что нельзя сказать Один пример Интеграл от 0 до 1 в 1 Такой же интеграл Такая сумма будет как себя вести? Каждый по отдельности расходится, а сумма ведет себя примерно так же, как и Сумма будет расходиться Если я здесь, например, возьму вместо 2 делить на x Типа минус 1 делить Ну или чтобы, естественно, у нуля не получалось Плюс 2 на поле нет Такая сумма уже будет сходить Хотя изначально это была и этот расходящийся Это Давайте вот вместе с этими товарищами Мы рассматривали Интеграл, которым Посмотрим еще такой Почему И этот Интеграл рассмотреть В силу принципа локализации Чаще всего мы сможем Какие-то нормальные функции Но ненормальные функции нам вряд ли будут давать Вводить к функции Амвида x в какой-нибудь степени Экспонентов Или логарифм Ну вот логарифм в таком виде Я уже кексу в бесконечной То есть если бы он был бы в нуле У меня тоже, кстати, были бы проблемы Ну если, скажем Логарифм 1 плюс x мне выдает В окрестности 0 я его в многочлен Умею По крайней мере я смогу его заменить на Многочлен А с многочленом уже Ну вот как с чем-то типа x степень альфа может Логарифм в бесконечности Неважно он в таком виде или в таком виде К сожалению Многочлен не возвращается То есть это функция своего какого-то Ну Даже если мы смогли свести К Многочленам и логарифмам Но вот дальше уже упростить не получится Было бы интересно Сыграл такого типа Тоже как некий табличный И в арсенале Чтобы понимать при каких альфа-бета Входится или нет Давайте начнем с тривиального случая Тальф равно единию Тогда интеграл как устроен? Тарифм Что здесь делать? Да, x снести под дифференцией При каких бета-бета-бета будет сходиться? Вчера он у нас был. Больше, что ли? Правильно. Сходится. Что-то меньше, равно 1. Теперь пусть будет альфа больше 1. Он чуть менее тривиальный. То есть здесь мы смогли свести к графу, с которым мы работали. Воспользоваться теми результатами. Если альфа больше 1, то я альфа могу представить 1 плюс 2 гамма. Гамма это. Тогда функцию на x. Можно представить как 1 делить на x. 1 плюс 2. 1 делить на... Гамма, логариф. Вопрос такой. Так альфа мы знаем, что она больше нуля. Поэтому пока никакой информации нет. Можно ли сказать второй множитель при x-треме? Как себя видеть? Потому что у нас вот эта функция, неформальное совсем изменение, стремится к нулю быстрее, чем логарифм в любой степени. При положительном бета вообще очевидно, что у меня оба множителя стремятся к плюс бесконечности, дробь стремится к нулю. Если бета будет отрицательный, то в прошлом семестре мы, кажется, обсуждали, что правило Лапи Таллина, единственное, где достаточно быстро помогает, сказать, что такая функция, такая функция, такая функция, так устроено, что какую бы я пару степеней... Ну давайте говорить про положительность. Вот это будет расти быстрее, чем это, это будет расти быстрее. Соответственно, у нас вот этот товарищ стремится к нулю. Ну а тогда, просто по определению предела, существует... Такое, что для... Больше либо равно, чем... Всполнено 1 делить... Для любого эпсалона, вот эта у меня единица в роли эпсалона, найдется дельта, ну в роли дельта выступает x0, то есть дельта мне должна задать радиус окрестности плюс бесконечности. Вместо дельты в контексте плюс бесконечности, могу говорить, найдется точка такая, что если мы выбираем x больше либо равно, чем эта точка, значение функции попадает в эпсалон окрестность, единичную окрестность 0. Ну а тогда про вот это произведение мы можем сказать, что для всех, кто в начиная с этого... Такое произведение меньше, чем... Ну и в плане принципа локализации я понимаю, что мне не важно, я рассматриваю интеграл от 2 до плюс бесконечности или от x0 до плюс бесконечности. Выбирая от x0 до плюс бесконечности, тогда я могу под интегральную функцию оценить такой под интегральный. А про интеграл такой функции мы знаем, что он... сходится, поскольку гамма больше нуля, а значит показатель степенью x больше одного. Вот та самая бета больше одного, которая будет... То есть при альфа больше одного и любых бета исходный интеграл будет сходить. И вот этой. Сейчас будет все более-менее формально, мы сейчас заполучим этот правильный вопрос. На самом деле тут несколько вещей происходило, которые мы пока еще обсуждали. Первая вещь это то, что вот так мы можем делать, заменную переменную. то при этом сходимость... Вторая вещь, что действительно вот эти оценки... У нас функция это знакопостоянная, и вот по сути сейчас будет еще одна теорема про замену переменной, а потом блок про знакопостоянную функцию. В том числе то, что мы так снимем. Третий случай альфа меньше одного, по аналогии с тем, что происходило здесь. Тогда я могу сказать, что альфа равно 1 минус 2. Ну, пусть цель-то, чтобы гамма не пугала. Цель-то что-то положительное. Тогда исходную под интегральную функцию мы можем представить, как 1 на x и 1 минус ама. Ама делить на логарифм. Спасибо. И при x, стремящемся к плюс бесконечности, вот эта дробь себя как ведет теперь? Плюс бесконечности. По аналогии с тем, как... Значит, в этом случае существует 1, такое, что для всех x больше либо равно чем x, исполнено логарифм. Это больше 1. Ну и тогда под интегральная функция получается при x больше, чем 1. Больше, чем 1. А мы понимаем, что интеграл вот такой вот функции расходит. Соответственно, и исходный тогда будет расходить. То есть здесь при таких альфа, как вы бы это ни вычитали, исходный интеграл будет расходить. Для того, при альфа равно единице, в это больше 1 мы получаем. Альфа равно единице, бета меньше либо равно 1. Расходимость этого интеграла. Альфа больше 1, любая бета, исходится. И альфа меньше 1, любая бета. Это вот еще один товарищ, которого мы будем использовать. Табличный интеграл. Теперь, во-первых, по поводу замены переменных. Входит рувал t0, бета. Палыч 0, b. Про x известно, что у нас строго возрастающая. x от t. Как из этого следует, что f задано на поликс 0, f f f f f f f играл tb от x равен интегралу от 0 бета и равен в каком смысле? Если правый интеграл сходится, то и левый интеграл сходится и сходится к тому же числу. Наоборот. А это означает, что если левый расходится, то и правый расходится. Силу строго возрастания мы понимаем, что взять f t f f в это минус 0. В пределе мы что получим? Вот тут аккуратно, я словами проговорил, написать не написал. Вот это множество значений. То есть здесь я просто говорю, что множество значений здесь живет, а вот это прямо в точности множество значений. То есть функция x переводит полуинтервал в полуинтервал, а функция f переводит полуинтервал в подможество r. Поэтому стремится к b. Ну и плюс, в силу прерывности и строгого возрастания у нас существует и обратная функция t от x такая, что если b минус 0, t от x будет стремиться к b. Посмотрим интеграл 0. В нем понятно, что мы можем делать замену. Заказывали, потому что это собственный интеграл. Давайте обсудим, что это будет. Равный x. Соответственно, когда x был равен x0, t равно это 0. Когда x равен p штрих, t равно бета штрих. Как раз здесь мне нужна обратная функция, чтобы я мог говорить t равно t от x. Если x равен x0, то t равно t от x0. Ну и понятно, что в силу того, как мы... t от x0 то же самое с b бета штрих. bета штрих это такая точка, что x от бета штрих равно b штрих. Ну или бета штрих равно t от b штрих. f от x от t. Ну и tx это силу того, что мы собственным интегралом так называемым. Теперь, чтобы перейти сюда, нам достаточно что-то сделать. Сказать, что мы скешиваем предел на левую часть при бета штрих. Ну, в принципе, я могу на обе части повесить эту точку. Трассы неравны. Единственный момент для левой части, так как тел порождает понятную конфигурацию, будет собственный интеграл. А вот с правой частью еще немножко поработать придется. По сути, мы понимаем, что это есть не что иное, как функция, ну или интеграл с переменным верхним предметом. Какая-то функция. Причем функция даже дифференцируемая. И для того, чтобы нормально делать замену переменной, нам нужна внешняя конфигурация, которая непрерывная. Наша, вообще говоря, дифференцируемая. Понимаете? Плюс, в конце концов, бета штрих, б штрих и бета штрих, как устроено. У нас x строго возрастает, поэтому всегда найдется в любой окрестности. В любой окрестности бета штрих, проколотой окрестности, мы будем попадать в проколотую окрестность. Условие, нужное для того, чтобы мы замену переменных выполнены. Поэтому мы говорим, что при бета штрих, это минус ноль, при б штрих, мы заполучаем бета штрих, бета минус ноль. Ну, а это уже нормальная теперь конструкция, поскольку она задает минус ноль, как вот такой вот, собственно, интеграл. Ну, и, соответственно, вот на этой стадии мы говорим, что если такой несобственный интеграл расходится, получается проблема с этим пределом. Раз этот предел равен этому пределу, то есть с этим пределом будет проблема. Ну, а значит, интеграл вот такого вида будет расходиться. Если с этим пределом все в порядке, то есть он сходится, тогда с этим пределом должно быть все в порядке. Интеграл сат. Давайте. У нас была теорема про замену переменной в теле. Было два пункта. Один пункт, либо у нас найдется такая проколотая окрестность одного аргумента, что мы попадаем в проколотую окрестность. То есть когда мы делаем замену вида Т от Х, то при Х креме 0 у нас должна существовать дельта такая, что для любого Х из проколотой дельта окрестности 0 выполнена Т от Х попадает в проколотую Эпсалон окрестность 0. Функция Т обратная строго возрастает. Поэтому если мы берем проколотую окрестность 0, мы будем попадать в проколотую окрестность. В данном случае проколотую окрестность, если мы Б' берем, Б' берем, Б' мы попадем в проколотую окрестность Б' там эту замену делать можно. Это утверждение позволяет нам сказать, что вот здесь вот мы нигде не пробрались. Как мы делали переход в плане исследования насходимости того, что нас интересует чиселка, какая здесь чиселка будет получаться, какая здесь такая. Теперь, для того, чтобы на оставшиеся вопросы, которые... Следующий блок, работаем с знакопостоянными функциями. Ну и в нашем случае они будут отрицательные, отрицательными остается все подтверждение. Пусть функция f задана на поле полябо, выполнена, x равна нуля, то есть не отрицательные. Известно, что f скрируема в собственном смысле ум кбштрит. Тогда необходимость собственного интеграла валентна потому что супремум такой вот функции по полуинтервала b плюс без доказательства. Для того, чтобы с этим интегралом опять же в плане сходимости работать, мы рассматриваем как обычно предел. А вот а если мы возьмем и вот этот интеграл, посмотрим как некую функцию от b' эта функция какими свойствами обладать с учетом того, что наша f не отрицательная. А еще возрастать. Так ведь? Если я увеличиваю аргумент, то в плане геометрического смысла я увеличиваю ток, на котором рассматриваю неотрицательную функцию. Точка под графиком, которая была здесь, получает некую добавку. Эта добавка неотрицательная. То есть, если мы выбираем точку b2' больше, чем b' f от b2' будет больше либо равна, чем r. То есть, функция f не убывает или не строго возрастает. При этом, если мы знаем, что интеграл сходится, то получается, что эта функция f еще и ограничена. Но мы знаем, что если функция ограничена и строго возрастает, то с супрамом будет конечность в последствии из аналогичной теоремы для последовательности. Последовательность ограниченной и строго возрастает, у нее существует конечный то есть, исходимость функции срого возрастает, исходимости следует, что f от x ограничен, а уже из-за ограниченности кругового возрастания, ну, даже ограниченности, следует, что супремум f от x штрих, ну, а это f от в силу того, как мы обзывали, есть такой фаля b меньше, чем плюс бесконечность. С другой стороны, если нам известно, что супремум такой, я ведь опять же могу сказать, что функция ограничена, так ведь? Супремум меньше, чем плюс бесконечность, то есть он какой-то конечный, все значения меньше либо равны, чем это конечное. И функция ограничена, даже ограниченность сверху нужно ограничить. А теперь, если функция ограничена сверху и не строго возрастает, значит, предел существует. А существование предела эквивалентно сходило. Поселено? Следствие этого утверждения чего еще называется первый признак сравнения. Все функции заданы на полуэнтерфале оба. Р плюс, то есть обе они неотрицательны. вторую строку не выписывать, буду писать, что в R+. Под R+. Как обычно, мы поговорим, что F и G интегрируемые в собственном смысле. проявляется под множеством полуэнтервала AB и для любого X AB выполнено под X. По-хорошему можно было больше либо подчеркиваю знака постоянства. Тогда из этого следует два утверждения. История первая. Если F от A до B F от X сходится, из этого что следует? Да, интеграл F от X тоже сходит. Давайте я сейчас слоску-то это буду стирать. Вот именно этим пунктом мы воспользовались, когда заполучили такую пару. F по поводу И второй пункт. Если интеграл A до B F от X расходит, то из этого следует, интеграл G тоже будет расходиться. А этим пунктом мы воспользовались, когда вот эту пару рассматривали, мы сказали, это расходится, значит, это тоже расходится. Теперь здесь дыр не осталось, после того, как следствие будет доказано, то дыр здесь не осталось. По поводу того, как могут быть устроены еще какие-то, могли бы быть устроены еще какие-то пункты. Вот если мне известно, что F сходится, я про J могу что-нибудь сказать, как вы считаете? Ну, очевидно, что нет. Если же расходится, я, очевидно, ничего не могу сказать про F. Собственно, пример достаточно простой. Если у меня, скажем, F про ну, рассмотрим интеграл типа 1 плюс конечно, и F это 1 квадрат, то мы знаем, что такой интеграл говорят, что сходится, альфа-то больше одного, а G от X при этом то, что может дали пать, равно X. Вот если мы на полуинтервале от 1 до плюс без г-шки, он будет расходиться. Присходящийся F мы про G гарантировать не можем. Но можем G от X например взять как 1 делить вторых. Такая G больше либо равна, чем F и такой интеграл сходит. Наоборот, то же самое G будет расходиться. Я могу F в виде почти многочленов даю. Расходящийся F можно подобрать F и который расходит. То есть остальные какие-то пункты были бы без теперь первый пункт. Раз это следствие заключается мы под критерием собственного интеграла будем использовать. Ну и он в чем заключается? Раз этот товарищ сходится, значит какой-то супрем уменьшим того, что от A B B G X приходится, получаем, ну, собственно, это эквивалент, но нас интересует стрелочка слева направо, то супремум H3 по A B от A до B С другой стороны мы понимаем, что по условию F от X равен чем G от X играл от A до B F от X равен чем интеграл от A до B G от X это свойство связанное с собственными интеграми. Ну и мы здесь с собственными интеграми работаем. Теперь, если я повешу супремум и на левую часть и на правую часть, то неравенство каким было таким интеграми но про правую часть мы уже знаем, что супремум такой, а значит и про левую часть мы можем сказать, что это супремум конечен. А если это супремум конечен, то пользуясь критерием чем что этого следует, что F от A до B F от X тоже сходит. теперь здесь. Ну на самом деле этот второй пункт очень похож на аналогичную пару первых и вторых пунктов, которые были когда-то для последовательности и неравенства. Возьмем и от противного докажем. Предположим, что этот интеграл сходится. Но если этот интеграл сходится, то по предыдущему пункту мы уже получили, что и вот этот будет сходиться противоречия с тем, как мы знаем, у нас интеграл либо сходится, либо расходится. То есть если я предполагаю, что это не выполняется, то интеграл сходит. Исходимости G по уже доказанным пунктам 1 следует, что интеграл от A до B F тоже сходится. Ну а это противоречит условию по тому, что интеграл F расход. Мы получим еще один сравнение, прежде чем некое определение и лему. Скажем. Определение будет похоже на O малый или O большие, которые у нас были. Ну по сути можно его коротко через O большие как раз таки и записать. Просмотрим две функции F и G. Ну по себе будет A, B F, R+, то есть обе они не отрицательны. Для неотрицательных функций это определение. Будем говорить, что F эквивалентно C, здесь его стежа, я E, B, N, E, C, f эквивалентно t. Если существует b1, провала b, существуют две чиселки, и все сложительные, такие, что для любого x провала b1b кВ happenе. Ребята, вAM на насwireя字 на нашем телевизоре mut fu例えば не в записи 看 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...